Продолжение следует... Средняя заработная плата бюджетников практически в два раза ниже заработной платы тех, кто работает на производстве. Но в целом прогнозы на ближайшие три года довольно оптимистичные. Бюджеты сформировали с точки зрения той цены на нефть, которая является средней. Она и не оптимистична, как с точки зрения той позиции, которая противостоя Российской Федерации заложила цену на нефтьбюджет федеральный. Но тем не менее, я считаю, что это здравый подход, и он должен оправдаться. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Хантамансийского округа Александр Титов отчитался перед депутатами, как идет реализация программы обеспечения качественной питьевой водой жителей округа. Изначально программа была рассчитана на 6 лет. Уже потрачено 3 миллиарда рублей. Но проблем с водой не убавилось, и где реальные результаты, неизвестно, заявил депутат от Нефтьюганска Тагирзян Гельманов. На что Александр Титов ответил, что как раз в Нефтьюганске недавно построена канализационная очистная система. Еще Нефтьюганск получит по этой программе к 2005 году хлораторную станцию. Ждут нас изменения и в налогах на транспорт. Проект закона предусматривает повышение цен в несколько раз. Например, за легковой автомобиль с мощностью двигателя 100 лошадиных сил автомобилисты будут платить 1500 рублей, а свыше 100 лошадиных сил 35 рублей за каждую. Депутат Завальный предостерег законодателей, что это может привести к тому, что транспорт начнут регистрировать за пределами округа. Вступит ли закон в силу, станет известно после очередного заседания окружных законодателей. Наталья Сухарева, Сергей Трубицын, Новости, Интелком. Субтитры создавал DimaTorzok